Приветствую вас. Вы пишете, что не знаете, как начать, и, в общем-то, написав свою проблему, описав свою проблему, вы, на мой взгляд, не написали главного. Вы не написали свой вопрос, чего вы, собственно говоря, хотите. Вы боитесь быть брошены, и это чувство, оно возникает, как правило, вот если мы говорим просто о чувстве, да, то оно возникает, как правило, в результате того, значит, что человека в детстве, в данном случае вас в детстве, могли оставлять часто одну без объяснения причин. Это первое. Второе. Вы мнительны и тревожны, что позволяет говорить о том, что вы игнорируете свои чувства и переживания, не верите им, не принимаете их до конца. Я бы сказал, что вы, вероятно, недостаточно психологически гибкие и адаптивные к окружающей, ну, к окружающей реальности. Что, конечно, тоже, безусловно, влияет. Я думаю, что вам сложно принять себя, и вы не принимаете себя, раз вам нужен кто-то для этого, раз вам нужен молодой человек, к примеру. Это тоже довольно серьезный показатель, серьезный и важный показатель того, что вам вот с собой как-то некомфортно, как-то вот некомфортно вам с собой. Есть ощущение, что имеют место быть проблемы у вас с личными границами, то есть границами между мной и тобой, между вами и другим человеком. Есть ощущение, что такого рода трудности у вас тоже есть, и, конечно же, конечно же, мне кажется, что данный аспект необходимо корректировать. Данный аспект необходимо корректировать и повышать вашу самооценку, работать с личными границами, работать с принятием вами своего смысла жизни. Потому что сейчас, мне кажется, вы как-то вот исключительно завязаны на молодом своем человеке. Вот, а это не хорошо для вас, потому как это порождает некую зависимость от мужчины, собственно говоря. Вот, и мне кажется, что вот в этом направлении вам надо бы двигаться. Я, конечно, здесь не могу говорить многонекарно, да? Вот, но мне кажется, ну, вот так, мне кажется. Это то, что я вижу, исходя из того, что вы пишете. Вот. 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 То есть вы боитесь аспекта с одной, вы там страшны аспекта с одной. Вот. И это говорит о непринятии себя. Личностный рост, работа самооценкой, личными границами. Вот. Вот. Работа по формированию своего ценностного аппарата. Вот. По движению, соответственно, своим путем, по движению, ну, каким-то вот. своими, своими, эм, выбранным вами, эм, эм, Виктором. Вот. И, соответственно, я думаю, что, в дальнейшем, вы могли бы уже двигаться, эм, как-то дальше, по, ну, по своей жизни, по своей жизни. Вот. Такая вот история, мне кажется, кажется, эм, значит, такая вот история. Я думаю, что вам имеет смысл обратиться за помощью более приватных специалистов. Вот. И, соответственно, вам смогут помочь. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам понравился. Если это так, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.